Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! Мы продолжаем вместе с вами изучать книгу «Деяния апостолов», рассуждающие о жизни первой общины, первых верующих в Ешоа, ведомых Духом Святым. Сегодня у нас на очереди седьмая глава. По сути, это продолжение шестой, где мы видим историю избрания Стефана и его арест. И седьмая глава, он предстоит перед судом, который, как вы, возможно, знаете, печально закончится. Очень показательно, что мы практически вся глава – это проповедь Стефана. И я долго думал, как, быть может, ее разделить, но понял, что это невозможно, поэтому я решил отказаться от своей обычной практики, когда я читаю стих за стихом, и прочитать только некоторые ключевые стихи для того, чтобы пояснить какие-то мысли и поделиться ими с вами. Итак, у нас на очереди седьмая глава. Я читаю из второго стиха. Для тех, кто, может быть, впервые к нам присоединился, я хочу сказать, что я традиционно читаю из перевода Штерна, но в видео вставляю текст из синодального перевода для того, чтобы вы могли сравнивать и следить. Итак, Стефан сказал, «Братья и отцы, выслушайте меня. Бог славы явился Аврааму Авину в Месопотамии до того, как тот переселился в Харан». Что мы видим? Мы видим, что свою проповедь Стефан начинает с Авраама Авину. Почему? Сегодня, когда проповедуется благая вещь, чаще всего акцентируется внимание на том, что Иисус – Бог, и это правда, это правильно. Но в данном случае для Стефана гораздо более важнее показать связь Машеха с Авраамом. Почему? Авраам был первым, кому Бог пообещал, что Машех придет в этот мир. И более того, Бог пообещал Аврааму, что Машех будет происходить от его потомков. У меня есть уроки по поводу обетования Авраама и завета с Авраамом, вы можете посмотреть, я не буду в это углубляться. Но для Стефана, очевидно, здесь очень важно показать вот эту связь, которую имел Машех с Авраамом. Поскольку, как и Шауль толкует Павел в послании к римлянам этот текст, приход Машеха в этот мир явило или открыло обетование Божие и для язычников. Итак, он показывает связь Машеха с Авраамом. И для еврейского народа это очень важно. Почему? На страницах Священного Писания мы видим многократно, что Бог обещает, и пророки говорят об этом, начиная от Маше Рабейну и более поздние периоды, о том, что Машех придет в этот мир и очень важно для еврейского народа принять его. Маше Рабейну говорит, воздвигнет вам Бог пророка, как меня, его слушайтесь. Послушание Машеху это ключевой момент. И вот здесь, на мой взгляд, Стефан пытается показать на то, что еврейский народ, к которому Машех и пришел, оказался в целом непослушным. Он проводит очень длинную нить, начиная от Авраама, дальше через всех его потомков, как они жили, что у них в их жизнях происходило. Он достаточно точно пересказывает всю историю с выходом из Египта, о том, как еврейский народ был непослушным в Египте, приводя слушателей к пониманию мысли, что человек не достоин оказался Машеха, что израильский народ, все люди оказались недостойными Машеха, что без помощи Бога, без помощи Машеха, без помощи Духа Святого человек не может принять то, что ему даровал Бог. И то, что происходило на протяжении всей истории еврейского народа, мы видим, как Бог предлагал Израилю заповеди послушания, народ бунтовал, протестовал. Я не буду углубляться подробно во всю эту историю, здесь в принципе написано все очень точно. Единственное, что я хочу обратить ваше внимание вот на что. Есть два момента в нашем тексте, которые вызывают дискуссию по поводу 75 душ и по поводу возраста Тераха. Поскольку есть несоответствие между тем, как это цитирует Стефан и тем, как это написано, например, в массоретском тексте. То есть, смотрите, есть несколько вариантов, как эти противоречия можно объяснить. Кто-то говорит, что он акцентирует свое внимание или цитирует не по массорету, а по септуагенте. Я не хочу в это углубляться. И вот почему. Как человек, который тоже достаточно часто учит и проповедует, я понимаю прекрасно, что когда ты рассказываешь что-то, ты не обязательно должен быть очень точным, дедуктивным. Ты не обязательно цитируешь текст так, как он написан. Не обязательно... То есть, есть моменты, когда ты открываешь священное писание, и ты хочешь передать цитату буквально, и ты можешь прочитать в сегодняшнем нашем случае. У Стефана тогда такой возможности не было. Но в основном, как правило, рассуждая, разговаривая, дискутируя, проповедуя, ты цитируешь какие-то вещи на память. И никто не ждет, что ты будешь, как у нас, вы видите, говорят, медуяк точным до такой степени, что ни в чем не будет отклонения. Неважно сейчас, откуда Стефан взял цифру 75 или как он посчитал, от какого момента посчитал возраст Тераха. На самом деле, есть исследования, которые показывают, что он не допустил никакой ошибки здесь. Но я еще раз говорю, даже если он был где-то неточен, то это потому, что перед ним не стояло такой задачи. Он не читал священное писание, перед ним не было открыто цифр Тора, из которого он мог бы ту или иную мысль процитировать. Его задача, как я и сказал, была в том, чтобы показать народу израильскому главную их проблему, а именно неверие. Причем, когда я говорю о неверии, и я хочу подчеркнуть, это довольно часто бывает в моих уроках, я не имею в виду вера во что-либо абстрактное. Я имею в виду веру как послушание Богу. И вся история еврейского народа, когда что бы ни происходило, она показывает, что были люди отдельные, которые были послушны, будь то до прихода в Египет. В Египте, сегодня все раб о нем говорят, и нет в этом ничего тайного, что израильский народ очень сильно деградировал, ударился, выдал поклонство, верных оставалось очень и очень мало. Именно поэтому считается в том числе, что из Египта вышла только пятая часть еврейского народа, плюс какие-то другие народы, которые к ним присоединились, проявив, кстати, веру, потому что они должны были для того, чтобы выйти, совершить то же самое действие, которое совершали еврейский народ на Песах. И дальше и дальше он показывает все время вот эту проблему, что Бог призывал израильский народ к вере, а израильский народ проявлял неверие, будь то в пустыне, будь то уже в земле обетованной и где бы то ни было. И поэтому понадобилось, чтобы Машех пришел в этот мир, и его приход в этот мир дал толчок к тем событиям, которые привели в этот мир и Святой Дух. Интересно, вот в 51 стихе мы с вами видим, он говорит, «Жестаковые люди с необрезанными сердцами и ушами, вы постоянно противитесь Руаха Кодыш, вы делаете то же самое, что и отцы ваши». То есть вся вот эта история, которую он проводил, все эти примеры, которые он проводил, их целью было показать, что народ израильский продолжает сопротивляться Богу, несмотря на то, что уже пришел тот самый цадик, тот самый праведник, как его называют в Священном Писании, тот самый Машех, которого они по сути должны слушаться. Для чего он это делает? Для того, чтобы открыть грех еврейского народа. И конец его истории, как вы знаете, был весьма и весьма печальным. В конечном счете его побили камнями. Здесь у нас появляется шауль, о котором мы будем дальше много говорить, апостол Павел, будущий. Как вы знаете, реакция на Слово Божие, реакция на действия Духа Святого в этом мире имеет два возможных результата. Результат первый – это когда человек принимает обличение, принимает Слово, и это приводит его к покаянию, о чем мы уже видели в предыдущих главах книги «Деяния апостолов». Результат второй – когда человек ожесточает сердце свое и не хочет стать послушным Богу. И тогда реакция бывает самой жесткой, если человек облечен властью, и я сталкивался с этим и в своей практике. Когда человек облеченный властью, слова вызвали в нем ярость, и он поступает яростно. В 55 стихе мы с вами, в 56 стихе читаем «Но он, исполненный Руах, а Кодыш взглянул на небеса и увидел славу Бога. Посмотрите, – воскликнул он, – я вижу открытые небеса и сына человеческого, стоящего по правую руку». А в 57 стихе мы уже читаем «При этих словах они начали громко кричать, чтобы не слышать его, и все как один бросились на него». Другими словами, мы видим реакцию на действия Духа Святого, на его обличение через уста Шауля, через сердца человеческие. Они приходят в ярость и стремятся убить Стефана. В 59-60 стих мы с вами читаем «Когда они забрасывали его камнями, Стефан воскликнул Богу, «Господь Иешуа, прими мой дух». Затем он встал на колени и закричал «Господь, не вмини им это в грех». С этими словами он умер. Я специально хотел сакцентировать внимание на этом событии. Во-первых, потому что мы прекрасно знаем, что со словами из псалма «Господи, не вмини им этот грех» умирал. И сам Иешуа, и до него многие праведники еврейские умирали, и в дальнейшем праведники верующие в него многие умирали с этими же словами. Но, на мой взгляд, гораздо более показательным является вот эта картина, которую увидел Стефан перед своей смертью. Он увидел Иешуа, который встал со своего трона для того, чтобы принять его душу. Это смерть великого праведника. Это хорошая смерть для человека верующего, хорошая смерть для верующего и благовествующего человека. Сейчас я хочу благословить вас всех. Бощем еще, мащеях. Аминь.